Сказ о золотой рыбке на современный лад. Место действия – чебоксары. Удочка и бур вместо невода и лодки. Рыбка неразговорчивая, но все же исполняя чудеса. За большие и довольно ценные призы в эти выходные сражались участники фестиваля «Чебоксарская рыбалка». Номинаций всего шесть. Претендентов на победу набралось более трехсот. Увести с собой медали и дипломы – задача непростая. Как жители столицы боролись за рыбацкое счастье, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Пушкину такое и не снилось. До старта фестиваля остаются считанные минуты. Рыбацкие орудия уже на готове. Ледовые буры, удочки, крючки самых разных размеров. У всех к рыбалке свой подход. О золотом, а точнее призовом улове мечтают многие. Ради победы хороши все средства. Будем рыбачить на безмотылке. Пробовать. О, такие снасти хитрые. Я думаю, на них что-нибудь поймаем. А что еще есть? Махачок-то большой? Ну, в основном там судаковые снасти, в принципе. Вот уж действительно рыбацкая наука. На судака и ерша одни и те же снасти не подойдут. Богатый улов удел только опытных. Глаз заядлых рыбаков уже наметан. Выбрать клевое место – настоящий успех. На удачу здесь полагаются все. Одному из первых на фестивале она улыбнулась – Сергею Ярмоленко. Условия тут могут быть разные, все зависит от погоды. Но пока вот оправдал от себя. Я ни на что не рассчитываю. Просто рыболовное счастье – это удача. Рыбацкое счастье на фестивале попытали и городские чиновники. Глава Чебоксар Леонид Черкесов признался, что ему впервые довелось взять в руки бур и удочку. Обычно мэр столицы рыбачит летом, но и подледная ловля пришлась ему по душе. К следующему фестивалю он обещает наловчиться еще больше. Летом-то рыбачиваю. Рыбачиваю у себя на родине, в деревне, но не часто, очень редко. Рыбалка тоже бывает инновационной. Кто-то бурлит лунки вручную, а кто-то крепит на свой бур настоящий двигатель. Глубину водоема некоторые участники определяли при помощи вот такого устройства. Точные цифры на экране прибора появляются через секунду. Первоначально это измерение глубины, а потом, если есть подход рыбы, то можно обнаружить подход рыбы. И, в принципе, прям крючок можно сунуть, прям, можно сказать, рыбе в рот. Даже самые заядлые рыбаки вовсе и не думали скрывать от своих жен, куда они пойдут в этот день. Многие приезжали сюда семьями. Представительницы прекрасной половины в процесс вникали быстро. А кому-то даже удавалось наудить из лунки с десяток окуней. Меня папа сюда пригласил на рыбалку и сказал, что я буду участвовать. Мне это сразу понравилось и вовлекло в этот спорт. Мне очень нравится рыбачить. Устоять от такого угощения на фестивале не мог никто. Представить рыбацкий праздник без ухи невозможно. На споры ее готовили здесь несколько поваров. Люди рыбалкой не увлеченные на крючок ловили не окуней, а пластиковые бутылки. Масштабным этот праздник организаторам сделать удалось. Чебоксарский фестиваль рыбалки проводится впервые, но он уже стал популярным. Изначально организатор распечатал для его участников 250 нагрудных номерков. Не хватило. Рыбаков сюда пришло в разы больше. Момент истины взвешивания рыбы. Электронные весы показывают точный результат. Кому-то до победы недоставало трех, а то и двух грамм. Елена с говорящей фамилией Рыбко до фестиваля никогда не брала в руки удочку. Первый блин комом не стал. Почему? Можешь постоянно рыбать, что я первый раз. Первый улов, вот моя рыбка. Не расстроена, потому что так мало. Нет, не расстроена. Только немножко замерзла, а так очень хорошее настроение. Не с пустыми руками с фестиваля ушли только мужчины. Вес самого большого улова превысил 700 граммов. Принесла подарки своему хозяину и самая крупная – 300-граммовая рыба. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.